Фильм должны увидеть до зимы. Дело в том, друзья. Я еще через детский минуту скажу, зачем мы здесь собрались. Ведь до сих пор вы уже это увидели многие. Но я жизнь прожил, но еще не все рассказал. Пока предварительно. Итак, существует... Вот, мы его еще не посадили. Вот он, так. Еще не посадили. Существует стандартная схема. Ну, я уже не буду этого делать. Представляете, что я выкопал яму. Длинную, пологую. И вот так вот, как есть, положил саженец. Внимание. Закопав его. Это прикопка называется. Да, прикопка. Тупые, эти, неграмотные лунные календари уже рекомендуют это делать. В зиму. А он еще, даже у нас в Сибири еще лес не сбросил. У нас особый год. То, что лес не сбросил, это не значит, что у нас тепло. Это, наоборот, из-за холода, не вызрело. И впереди обещают, что минус 16. Знаете, что через понедельник обещают минус 16. Сегодня какое число, чтобы сориентироваться? Ой. Ой. 19-е. 19-е. 21-е обещают минус 16. Вот. И наши деревья, вон они, могут идти в зиму, не подготовившись. Это отдельный разговор. Про него мы тоже поговорим. Ну, то есть прикопку нельзя ни в коем случае делать. С листьями. С листьями. С листьями. Я специально про... Уточню, что 19-е. И обещают минус 16. Итак, человек, достав саженец, как правило, купив, он должен его что-то с ним делать. Посадил, он замерз. У нас не замерзнет. Но я интригую, почему не замерзнет. Чуть позже. А в данный момент мы говорим о стандартной прикопке. То есть под таким углом. Корни под землей. Полвину кроны под землей. Минус 16. Все правильно. Спасли. Пусть он себе зимует. Престой посадим. Пройдет неделя. Обещанный снег растает. Опять будет плюс 5, плюс 10. И он там сопреет. И он там сгниет. Получается, надо садить позже. И позже посадишь. Никакой гарантии. И весна придет. Абрикосы, персики, груши. Именно вот эти. Когда садят яблону в ямку, она 10-20 лет живет. И люди думают, что так и надо. И переносят это на всех видов. Они не выдерживают влаги. Просто ни груши, ни абрикос, ни персик. Сгнивают. То есть вот сейчас, если бы я вам подарил саженца. И прочитал. И время уже, в октябре, уже какой-то караул. И обещает, примерно, в 16. Прикопать. Вероятность очень высокая, что весной выкопанут уже мертвую. Поэтому я придумал другое. Я придумал, наконец, к главному. Вертикальный прикоп. Дальше я буду умозрительным. Почему вы хотели еще тачку везти? Я говорю, не надо. Почему? Дело в том, что вертикальный прикоп, как и любой прикоп, пусть даже стандартный, должен делаться как можно ближе к зиме. Но зима наступает всегда так. Все, уже настоящее. У нас сейчас снег падает, потом тает, потом... И однажды утром проснулись, земля замерзла, замерзшая. Или утром проснулись, метр снега. Все, опоздали. Поэтому мы садим вертикально и порьем. Он спокойно. Последнюю зиму перезимовали, хоть и с потерями персиков не укрытые. Значит, на ближайший месяц ничего с ним не случится. Для него это возможность с листьями, чтобы листья дозрели. Дозрели. Чтобы сами упали. Сами упали. Тогда и почки вызрели. Вот. Теперь, так как мы говорим для всей России, вот я, допустим, берем шире. Не только капризные персики. И другие виды могут капризные. Значит, есть варианты пока промежуточные. Пока до зимы. Опять же, главное не сказать. Большая коробка, они с под телевизором, с под холодильником, чего угодно. Накрыли. Можете уже и до весны. Это уже когда холод встанет, накрыть коробку. Да. Или вот, например, сейчас прогнозы стали гораздо надежнее. Хоть и говорят, три вида статистики. Первое, это прогнозы погоды. Второе, статистика. Три вида лжей. Третье, командировка. Так вот. Значит. Одно из них такое. Стало меньше броня. И получается как? Нам пообещали минус 16. Ну пусть будет минус 10. Можно накрыть. Потом нам обещают опять плюс. Можно снять. Это промежуточный вариант. А самое главное спасти, когда морозы. Вот тут он может погибнуть. Все-таки осень. Но почему мои не погибают? Почему я так учу? Я у себя только проводил опыты, а дальше не укрывал никогда. Но я преподаватель как бы. И вот что мы делаем. Мы перед самыми морозами, перед самыми уже точно, что зима, заготовлено где-то уже, вот теплица, тележки где. Заготовлено уже несколько тележек. И закупка идет. То есть временное укрытие землей. Или окручивание назовите. Как угодно. Вот так вот делается такой вот холм. До верха нельзя. Вот такой вот холм. Так. И этот холм остается до весны. Весной он начинает таять. Он замерзает. Вот эта часть не сопреет и не замерзнет никогда в вертикальном положении. Проверено. Вот. Весной будем повторять тот же фильм. Приеду, так же снимем. Когда почки пойдут. Значит. Это означает вертикальный прикоп и посадка. Чем он лучше? Саженец уже растет. Он продолжает расти. Будут сейчас, вы польете водой, так. Будут напьется воды. И будет продолжаться процесс засыпания. Конечно, вот эти 16 минус. Мы будем надеяться, что 16 это не грязь на труб. Может гора. У нас может минус 10. Вот. Я не думаю, что 16 будет. То есть ничего, я уверен, с ним не случится. Вот эта часть перезимует под снегом. То есть под землей. Выпадет снег, пожалуйста. Можете эти накрыть. Вот. Теперь дополнительные советы. Да. И весной с пальчиками вот так оттаило, как можно раньше. Он уже растет. Представляете, вот он уже в апреле будет у вас расти и развиваться. А вообще, когда пойдут за саженцами майские праздники? Когда они проснутся? В июне. А у вас первыми ночами снега. Солнце. Это очень важно. Теперь. Вот саженец, да. Вот. Допустим, этот саженец посажен весною. Так. Как правило, он посажен, бывает, без обрезки. Вот. Эта обрезка сделана специально для, это, как предпродажная, ну, общее слово, это не вам продают, но как предпродажная подготовка. Это должно стать общей культурой. Вот. И тогда есть шанс, что вот эта часть нормально проживется. Хоть весной, хоть осенью. Но еще раз говорю, весной месяц потерян этот. Ну, не успел, но садил весной. И вот это то, что я пальчиками, когда я делал тоже учебные фотографии, я пальчиками отгребал. Вот. И теперь открываю правду. Я тренировался на надежных яблонях, на капризничьих абрикосах. Сопреет, не сопреет. Ну, если прикопи советуют, мой лепетальный прикоп, точно не сопреет. И на персиках пробуйте вы первое. Поэтому я не торгую, я дарю. Мы с вами проводим опыт. Весной повторяем. И пригласите на плоды. Мы с вами сегодня проводим вебинар, Елена Александровна. Вот. И на этом вебинаре я покажу еще фотографии. И там написано, что, и письмо предлагается фотографии, что из косточки садоводческого хозяйства железа персика, и дальше идут трехлетки, цвету, плодами и с этим, блюдом, персиками. И это Псковская область. Нет. Тверь. Вот вам, пожалуйста. А мы докажем, что Сибирь впереди планеты всей. На вашем примере. Значит, переживет. Весной выйдем его примерно в таком же виде. Осень. Еще год. И плоды. Значит, наверное... Ну, все, наверное, да? Ну, еще. И все-таки подстраховка. Картонная коробка, сейчас, не в чем-то большой. Можно дополнительно, пообещаясь, 40-45-50, коробкой можно накрыть картонную. Дополнительно. Но это только на самое страшное время. И сегодня показывать буду персик по вебинару. Знаете, что там будет? Фотографии все напрочь замотал. Еще до зимы. Это Европа. До зимы далеко. Уже все напрочь замотал. Пусть приедет. Пошел фотографию, как отчет о проделанной работе. Будем поправлять, как говорил Иосиф Вестеренович, товарищи. Ну, все. До свидания, друзья.